Всем снова привет, мои дорогие зрители! Прежде чем продолжить прохождение, я вам хочу сказать, что у меня установлен на котике специальный мод. Он исправляет ряд багов, а также добавляет в игру несколько мелочей и нюансов. Я отдельно этот мод нигде не скачивал, он у меня установился автоматически. И к тому же я тут поменял программку для записи с экрана. Потому что моя старая не годилась для игр. Именно поэтому вы могли заметить, что видео мигает. Ну ладно, переходим к прохождению. Давайте пока займемся поиском этого стражника Нека. Говорили, что он пошел на поляну собирать грибы и до сих пор не вернулся. Легче сказал ли также мне выйти на эту поляну с южных ворот. А вот и южные ворота как раз. Эй ты, я тебя здесь раньше не видел. Еще бы, меня недавно сюда забросили. Будь осторожен. За пределами лагеря очень опасно. Только в лагере тебя смогут защитить. Это я уже знаю. Ну давайте. Ладно, давайте тут пока заодно поохотимся. И поисследуем мир вокруг лагеря. О, какая удача. Пара падальщиков. Ой, ящерица. На ящерицу мне пока еще лучше не лезть. С падальщиками разобрались. О, так давайте аккуратненько, не попадаясь на глаза ящерице, обыщем вот эти вот развалинки. Возможно тут какая-то хижина была. Но она развалилась. О, сундук. В нем хоть немного, да есть добра. Ладно. И где же та самая поляна? О, а вот и грибы. Должно быть это и есть та самая поляна. Вот и грибки. О, кротокрысы. Вот и добыча. Ах ты гад. Сапни у меня. Собака. Ублюдок. Ну че застыл, жердяй? Да, здорово меня эти жердяи потрепали. Зато с них мясо собрать можно. Да, тут подкрепиться надо. Так-то лучше. Ладно, посмотрим, что тут у нас еще есть. Есть ли еще грибочки на этой поляне? Есть. О, а вон какая-то пещера. Опа-на. Мертвый страшник. Так, о, руда и амулет какой-то. Амулет мертвого страшника. На задней стороне написано имя. Нек. О, похоже, живым Нека мне уже в лагерь не вернуть. Придется сообщить Слаю печальную весть. Я вот только не понимаю, как такого крутого страшника? У него же оружие крутое, наверное. Могли какие-то кротокрысы убить. О, малый топор. Ну, хоть на одну очку мощнее, чем мой старый меч. А мой выкованный меч я пока, как вы уже знаете, использовать не могу. У меня не хватает всего лишь одного очка силы. Опа-на, стайка падальщиков. Сохранимся. А то еще заклюют чего доброго. Так вот. Напал на одного, набросилась вся стая. Он уже крючок любит. На тебе, пернатый. Блин, как же они меня поклевали. Я еле выжил. Надо срочно пожрать. Давайте грибки поедим. Тем более, они много энергии пока дают. Но это пока. Потом, когда высокий уровень будет, они уже будут давать гораздо меньше энергии. Опа-на. Тебе лучше здесь не оставаться. За этим укреплением начинаются земли орков. Там очень опасно. Скажем так, орки все равно не оставят тебя в живых. Так что тебе лучше будет оставить всю свою руду у меня. Как-нибудь в другой раз. Нет, я думаю, мне стоит вернуться назад. Думаю, я лучше пойду обратно. Жаль. Я уже придумал, как бы я потратил твою руду. Вообще, пока туда лучше ссоваться не надо. Во-первых, там опасно. Во-вторых, эти не пропустят. И убьют. О, падальщик. Блин, все-таки клюнул он меня. Собака этакий. О, еще грибок. Стоп. Там еще пещера. Я ее что-то не заметил. Пещеры всегда надо обыскивать. Там как звери, так и разные полезные штуки. Есть. О, ну че? Че за стойки? Опа, новый уровень. Эликсирчик. Опа. А это тут кто идет? Страж. Горно-драк. А, это из полотного лагеря. Привет, куда направляетесь? Куда вы идете? Мы несем коргалому. Слюну ползунов, убитых нашими братьями, в старой шахте. В старой шахте? В каждый день мы приходим к ним и забираем их в добычу. Предстоит пойти. Что это за слюна такая? А какой слюне ты говоришь? Ее производят особые железы в пасте ползунов. Но чтобы ее добыть, нужно знать несколько особых приемов. Тогда зачем эта слюна нужна коргалому? А зачем коргалому нужна эта слюна? Насколько я знаю, он готовит из нее зелья, повышающие магическую силу наших послушников. Мы ведь готовимся к великой церемонии. И к тому времени у нас должно быть столько зелья, чтобы его хватило на всех. Ясно. С его помощью коргалом сможет подготовить всех послушников к этому великому дню. Тогда ты можешь научить меня добывать слюну ползунов? Ты можешь рассказать мне, как добывать слюну? Конечно. Убив ползуна, ухватись покрепче за клыки и дергай их на себя. Так ты вырвешь челюсти вместе с железами, которые при этом останутся целыми. Ага. Спасибо. Теперь я смогу добывать слюну ползунов. Ну, вернее, челюсти их не вместе со слюной. Так. Если пройтись туда, то там дом того самого Кавалорна, но я туда пойду позже. К тому же это... будет один из путей в старую шахту. В шахту я пойду в следующей части прохождения, а сейчас я пока буду охотиться. Ха, кажется мы обогнули лагерь Ну давайте-ка тут еще немножечко пройдемся Стоп, у меня же есть руда Помните того чувака из нового лагеря по имени Дракс, который может мне охотиться научить? А ну, идемте-ка к нему У меня же есть и руда, и очки обучения Так Не допрыгиваю А если тут? Допрыгнул Вон он, курит болотник Так Ты можешь научить меня правильно разделывать добычу? Конечно могу, но на этот раз ты пивом не отделаешься Так, давайте добывать клыки Как добывать клыки? Ты должен следить за тем, чтобы клыки не сломались Чтобы этого избежать, используй очень острый нож, как рычаг Клыки волков, глорхов и мракорисов ценятся выше всего Ха Волков, глорхов и мракорисов? Ясно О, вон там еще стайка падальщиков Ой Чуваки из нового лагеря На помощь Меня сейчас Тут скоро Ай, сожрут Теперь твоя очередь, негодяй Нахрен Стрелы Сейчас я тебя уничтожу Йоооо А я не сохранился? Ну ё-моё А? И где я тут еще Ааа, я еще тут ладно надеюсь еще снова повстречаю страж тебе лучше так это я знаю бла-бла-бла-бла-бла-бла ладно идем стоп кажется я тут где-то гриб собирал да вот здесь надеюсь еще снова повстречаю стражей братства а может и нет откуда же они шли тогда мне нужно увидеться со стражами братства они меня научили бесплатно слюну ползунов добывать даже очки обучения за это не потребовала и эй стражи вы там где мне еще необходимо с вами встретиться блин ну вот ладно вообще-то сниму еще можно встретиться в этом как его старой шахте или в лагере братства но мне он нужен сейчас блин ну они проходили тут эх короче пропукал я мне надо было идиоту сохраняться да нет я нормальный просто такой вот уж получился прокол ну ладно уж идем тогда а к тем падальщикам пока не суемся ну нет ммм может они все еще тут придут может просто подождать надо это поручий лист нет тут их все равно нету да и соваться мне туда как я уже говорил пока рано а тут ты короче все идем стоп может они все еще идут или нет а да все короче хватит уже все они уже не придут чё я их попусту то жду только зря тяну время а я все еще не теряю надежду нет нет ну ладно ну ладно идемте идемте снова к тем лакерским чувакам мы на этот раз к падальщикам не суемся будет будет у нас еще тут шанс поохотиться ну давай давай кончай курить свою травку ой мухи добывать клыки а больше у меня руды нету у меня и 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 Вон пара рудокопов, отдыхают. Вон летают шершни, мне с ними пока тоже рановато тягаться. Шершни, я вас не собираюсь обижать, я просто собрал голубику. Не трогайте меня, ой. Ну, с двумя падальщиками легче будет расправиться, чем с четырьмя. Сволочь. О, еще два падальщика. Нужно срочно подкрепиться, иначе мне пипец. И надо еще постараться не нарваться на ящериц. Ну, ладно. Думаю, уже хватит тут пока охотиться. Возвращаемся в лагерь. Вот вам, ребята. Да и вообще все мои зрители. Пример яркий тому, что в игре нужно постоянно сохраняться. Ладно, давайте найдем этого Снафа. Отдадим ему его грибы и шукур. Самое лучшее решение. А это уже не мое правило. Нельзя видеть, ну что слышишь? Я не хочу сказать, что это плохо. Слышу, вы передачи. Ой, это спори бежал. Отстань от меня. Я достал все, что тебе нужно. Я достал все ингредиенты. Посмотри. Хорошо. Теперь их нужно положить в котел, и рагу будет готово. Вот так. Эй, а ты обещал мне... Угостить меня ты обещал вроде как. Ты говорил, что я могу взять столько порций, сколько захочу. Да, так и есть. Вот, возьми три порции. Спасибо. Сейчас у него просить еще не имеет смысла. Потому что у него больше нету. Он ежедневно будет давать три порции. А это заманчивая перспектива. Эй, Диего, а ну-ка. Так. Ты м-да. Ручи-ка меня о силе. Ксила плюс один. Все. Теперь я могу использовать свой крутой меч. Можно хоть что-нибудь измечать? Отстань. Не хотел бы я, что ты просто милит. Да. Правда, он не такой уж, конечно, крутой пока мой меч. Но для меня сейчас самый лучший. Я нашел Нека. Я нашел Нека. Хорошо. А доказать можешь? Конечно. На нем был этот амулет. Смотри. Да, на нем был амулет. Вот он. Амулет. Из-за него-то все и началось. А ты смышленый парень. Уверен, ты хотел оставить амулет себе. Но ты правильно сделал, что отдал его. Если Диего будет интересно мое мнение, то я буду за тебя. О, спасибо. Давайте-ка зажарим мясо. И потом продадим его. Пожарить все мясо. Да, отвали ты от меня, ёберный театр. Пожарить все мясо. Давайте поговорим. Пожарить все мясо. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ темнеет уже давайте тут поспим ой-ой-ой на этот раз тебе повезло но я бы с удовольствием проучил тебя стопы там от меня никто не трогает спать до полудня эй ты тебе нечего здесь делать кто это там не пойму страшник что ли вон тот ну не знаю ладно ну все прохождение на этом завершается хотите если увидеть дальше продолжение то конечно же поставьте мне лайк следующей части мы отправимся в ту самую старую шахту